Крутится, знаешь, но не могу сказать никак. Скажи. Ну вот касательно боли, боли касательно утраты близких людей. Я об этом думаю, она меня очень тревожит. Наш предыдущий разговор, мне после него стало значительно легче, но до конца эта боль все равно не ушла. То есть она периодически меня накатывает волной. И так все больно в груди становится. Это главное, близкие пока, скажем так, я прародители еще живы, но я начинаю об этом думать, и у меня начинается очень сильная боль в груди. О том, что ты думаешь об этом? Ну, потому что мы общаемся, там как бы такая... Так общайся. Ну, общайся об ситуации, о том. Есть еще общение, еще ты можешь общаться, так зачем думать о плохом в этот момент, когда ты общаешься? У тебя есть возможность общаться, общайся, наслаждайся этим общением. Если человек только об этом и говорит, что вот... А что? Что умрет? Да, да, да. Ну вот что болезнь, боится, я чувствую этот страх, и я хочу как-то помочь, и не могу помочь. Ну, так что я не могу никак помочь. Так ты не сможешь умирить вместо нее? Ну, хотелось бы помочь, как бы, чтобы человек выздоровел, но... Только сам человек может себе помочь. Если она этого хочет, так она может и выздоровеет. Или если она уже не хочет, то... Да, да. Да. Поэтому какая разница? Ты знаешь, он не хочет, а душа... Общайся, наслаждайся общением. Не обращай, ну, на внимание слова ее, о чем она говорит. Ощущай эти звуки. Они прекрасны. Пока она еще издает звуки, они будут прекрасны, не складывая с этих букв что-то, о чем она говорит. Разбирайте буквы на просто звуки. И ты будешь ее слышать, как птичка поет. Да, просто будешь слышать звук, у тебя будет приятен этот звук. И ты увидишь, что, о чем бы она ни говорила, если вы еще и так говорите, то... Ну, для нее будет непонятно, к чему ты радуешься. И пусть ей это будет непонятно, пусть ее это заинтересует, почему ты радуешься тому, что она, о чем она говорит. Она начнет осознавать, о чем она говорит. Почему человек радуется. Будет тебя спрашивать, ты чего радуешься? Я умираю, ты скажи, кто умирает сначала? Где та, которая умрет? Какая-то информация. А ты же находишь то, чему тебя научили, что умирает тело, и мама там в теле, но мама-то там нет. Здесь не успокаивает я мыслю, что это сознание как бы остается. Сознание не остается, оно никуда не девается, оно и не появлялось, и не исчезало. Если тело родилось, то сознание уже было здесь. Тело родилось в сознании, оно попадает в сознание. Когда тело уходит, то же нет, оно и остается в сознании. Потому что оно не могло прийти откуда-то извне, попасть в сознание. Оно как пришло из сознания в сознание, и уйдет в сознание. Отсюда же ничего не может уйти куда-то. А просто информация исчезнет, которые, допустим, у тебя были фотографии на телефоне, да, вот у тебя телефон бум-пуч, сгорел. Все. Да, всегда и происходит. Вот ты такая, блин, фотографии. И вот это та же информация о маме. Фотография исчезнет.